Здравствуйте! Это программа Расклады, я Дмитрий Коган, и тут мы говорим о самых интересных событиях в Украине и Харьковской области за минувшую неделю. Не успел Геннадий Кернес заболеть? Как на его электоральном поле были замечены первые мародеры. Точнее, один мародер. И на удивление им оказался нынешний председатель областной администрации Алексей Кучер, который решил воспользоваться моментом и с надеждой на выход Кернеса из предвыборной гонки уже сейчас начал работать на выманивание его электората. Для этого губернатор вышел на телеканал «Наш», который, собственно, и смотрит соответствующий электорат, и начал рассказывать, что все плохие, а он хороший. А он хороший, потому что он уважает Кернеса, а все остальные распускают слухи и пытаются заработать дивиденды на болезни нынешнего градоначальника. Но, Алексей Владимирович, а как тогда назвать этот ваш поступок? Тут треба команде, надо Адольфовичу поведомить, что не дочекаетесь. Вторая новость. Большое строительство, судя по всему, добралось до Новобаварского района. Точнее, улицы Лысенко, где местный кот решил проверить ремонт дороги и последний, соответственно, эту проверку не прошел. Новый освоен. Нет! Стоит отметить, что после публикации на эту тему дочь одиозной главы района Нелли Цибульник обвинила меня в том, что я не могу отличить полноценное асфальтное покрытие и спил. Уважаемая Нелли, поверьте, мало кто в Харькове может отличить нормальную дорогу от спила, ибо очень часто у нас это одно и то же, особенно на таких улицах. Теперь закопает. Особенно в Новобаварском районе. Ну и напоследок. В Верховной Раде для нас приготовили инициативу, которая, по мнению нардепов, что-то должна сделать, но что именно, никто не знает. Там решили запретить продажу алкоголя с 10 вечера до 10 утра. И о том, как к этому относятся в Харькове. Эта информация не для публичного использования. С вами был Дмитрий Коган. Увидимся. Субтитры подогнал «Симон»! Субтитры подогнал «Симон»! Субтитры подогнал «Симон»! Субтитры подогнал «Симон»! Субтитры подогнал «Симон»!